Всем привет, это гайд по настройкам влога, и из этого видео вы узнаете как настраивать влог, какие настройки самые интересные, какие не очень, я вам все вкратце сейчас расскажу и покажу. Немного расскажу о своем игровом опыте, чтобы вы поняли на каком уровне я сейчас нахожусь. Я с влогом познакомился еще в детстве, лет 6 наверное. В него играли мои родители со своими друзьями, со своими родственниками играли, да с кем только не играли. Мне эта игра всегда казалась очень интересной, кораблики там всякие у них на экране плавали, коняшки скакали. Ну в общем-то с детства игра запала в душу. Особенно нравилась музыка из заставки Vogue Team. Я ее тогда даже по-моему на кнопочный телефон записал и потом переслушивал на репите. Потом родители научили меня играть, цепочки я конечно не умел строить, но как-то там, да, играл. Знаете, мог проехать ресурс, а потом за ним вернуться. Вообще, конечно, да, волшебное время было, когда вот эти вот все существа оказались очень мощными и интересными. Помню, покупал героев в таверне, а не родные единички вот эти вот не удалял, а оставлял в замке. Да, даже того же простого гремлина было жалко увольнять, потому что он казался неплохой армией. Ну вот эти вот все иконки, они очень красиво нарисованы в героях. Или еще вот момент был, когда настала неделя воров, и они заспавнились прямо перед моим замком, преградив путь героям. Ну и я месяц, наверное, скипил ходы, потому что боялся на них напасть. Ну вдруг сильные, я же не знаю. Впервые таких существ вижу. Чуверен, да, детство. Сейчас, конечно, уже все ходы играют с сбалансированными замками, цепочки строят, пробивают огромные охраны на первой неделе, и тогда же сразу финалятся. Но вот этой сказки-то не осталось. Галимый киберспорт. Раньше же как было вообще? Пока всех компов на карте не убьешь, агрессировать на чужой территории нельзя. У меня мама вообще всегда расстраивалась, когда я рядом с ней на гигантской карте спавнился. Приходилось всю игру как-то делить мысль на территории, и она всегда ругалась, когда я там заходил, правые ресурсы. А мне всегда хотелось там шахту у нее захватить или вошка прибить, но как бы правила такие были установлены, что нельзя. Ну ладно, я немного отвлекся. Мы вообще-то тут собрались обсудить настройки влога. Для начала нам что нужно? Для начала нужно скачать влог, конечно же. Как без влога настраивать-то? Че будем настраивать? Скачать его можно, конечно же, по ссылочке с закрепленным сообщением телеграм-каналом столовки. Там можно еще почитать интересные мемы, поболтать. Телега у нас открыта для всех. Там вот этот чатик. Всех приветствуем. И новичков приветствуем, и старичков, и любителей хота, и влога, и любителей оригинальных героев тоже. И по частям героев у нас тоже дискриминации нет. Всем место найдется. Я же вообще для этого и создавал. Я как начал-то эти все паблики делать, героям вести. Тоже вот интересно получилось. Вьюма раньше не особо у меня молодой был, но... На дворе, значит, 2018 год, а родители неожиданно мне ноутбук дарят новый. Он такой слабенький, но... Че-то тянул. Фотошоп как минимум точно тянул, да. Ну я, естественно, туда геройчик в первую очередь закачал. Ну, а как флешечку вставил, закачал. Ну, как это все бывает, да. Сами понимаете. Фотошоп закачал. Прогу для монтажа какую-то. Я уже не помню там, че было тогда. Паскаль точно ставил, потому что я в школе тогда учил Паскаль. И я еще даже пытался свою игру написать. Вот было время, конечно, там, сродни вселенной героев и его стиля на колец. Ну, на Паскале. Ну, хотя у меня был вот наквашник, который с десяток игрушек написал на Паскаль. Вышло даже неплохо. Ну, относительно Паскали. Ну, не в этом суть-то. Я на паблике геройски тогда был подписан в ВКонтакте. И решил, значит, админу одного из таких крупных написать. Чтобы мое видео выпустил себе в группу. Немножко решил хайпануть, просмотров собрать. Вот. А там они тоже приколы по героям всякие делали. Я уж названия не буду говорить. Кто знает, тот знает. Ну, и я делал такие приколы тоже тогда еще. Мне это казалось смешным. Сейчас, если пересмотреть, они у меня до сих пор хранятся на ютубе. Сейчас уже закрыты, и, конечно, стыдно пересматривать, если честно, немножко. Такой немножко испанский стыд. Берет. Ну, тогда мне было смешно с этого. И, в общем-то, как это получилось, что меня подбили на фотошутки, видеомемы. Ну, а я что, разум молодой, легко воодушевить, правильно? Ну, а потом, немного поработав нами, так сказать, в гильдии наемников, захотелось свои стратегии попробовать и в развитии сообществ. Всех этих бумеров с консервативными взглядами немножко сместить. Вот. Гнуть свою линию. Ну, так и получилась, собственно, гоблинская столовка Кракек. Название я придумал... Название придумал Ярослав, тоже один из активных мемеров тогдашних. Вот. Мне понравилось такое забавное. С нуткой иронии. Вот. Че мне учишь, кот? А? Такое. Да. Ну, вот. Значит. Самое главное, что у меня получилось тогда, это не набрать подписчиков, потому что в первые полгода, наверное, ну, не знаю, человек 700 подписалось. Но самое важное, что у меня получилось, это отвоевать редакторов, коллег по мимопроизводству. И вот с некоторыми из них мы по сей день даже крепкие друзья. Я даже не постесняюсь сказать родственные души. Вот. Недавно как раз катался к моему дорогому другу Евгению Дедову. Клево затусили, в ДНД поиграли, в университет вместе сходили на пару интересную. Стрим по домино, по костям провели. Да и стрим по ВОГу тоже был. Ну, кстати, ВОГ, а я о чем-то заболтался совсем. ВОГ. Мы же о ВОГе говорили. Да, настройки ВОГа. Так. Ну, чтобы найти настройки ВОГа, нам нужно нажать, значит, создать игру. И вот будут ВОГ опции. Так, прокликали, значит, все. Вот попали в опции ВОГификации, так называемые. Тут главное вообще не торопиться, спокойненько все разобраться. Потому что, вот если плохо настроить, если плохо прочитать и не понять, то можно потом и разочароваться в игре и не раскрыть полный потенциал и функционал ВОГа. Так что, тут нужно главное вчитываться, смотреть, сидеть, все настройки прям вздумчиво нажимать. Так что, сейчас спокойненько сядем. Начнем с первой вкладки, получается, ВОГ настройки, общие настройки игры и встроенные опции. Нажимаем. Тут нам, что важно вначале, настройки ВОГификации. Тут нас спрашивают, каким картам применять настройки, которые мы поставим дальше. Нужно обязательно выбрать, применить все настройки для случайных карт формата ВОГ. Потому что, ну, можно случайно там проскипать что-то и поставить не те галочки в настройках и карта будет не ВОГифицированная. Обыкновенная, там скучная, ну, нам это не надо вообще. Мы пришли за весельем, правильно? Поэтому обязательно ВОГифицируем все карты. Применять для случайных карт формата ВОГ. Переходим дальше понемножку. Расширение карты, расширение игры. Тут пока что проставим, наверное, вот так вот, чтобы не путаться, да, где там галочки, где что. Уберем все. Начнем с первого, то есть, отображать сообщение ВОГификации. Зачем оно нужно вообще, да? Мы получаем сообщение и, соответственно, можем отменить потом настройки ВОГификации. Это нам, соответственно, не нужно. Ну, то есть, мы уже поняли то, что мы хотим все карты ВОГифицировать 100%. Тут мы галочку не ставим, это мы отменять ничего не хотим. Мы пришли как раз за ВОГ-экспириенсом. Так, вторая настройка. Опция 0.24. Улучшенные подсказки по внешним жилищам. Вы можете увидеть количество доступных для найма существ. Вот забавно, да, то, что в ХОТе эта настройка уже по умолчанию есть. Ну, вот как быстро мы привыкаем к хорошему, да, и забываем, что в оригинале этого не было. Поэтому, конечно, настройка хорошая, но непривычно, что этого нету. Возможность переименовывать города. Ну, тоже, в принципе, интересно поставить вместо обычного названия из героев какое-нибудь смешное из реальности. Ну, например, болото назвать Санкт-Петербургом. Ну, хотя генератор карты так накидывает прикольные названия, но вот тоже смешной получается момент такой. Возможность переименовывать героев. Тоже клёво. Тут мы 100% тоже ставим галочку, потому что можем назвать как-нибудь тоже смешно. Например, если мы захотим отыграть за другого персонажа. Ну, я вот первое, что приходит на голову, например, Орина назвать Василием Ивановичем Чапаевым. Вообще смешно получается, по-моему. Так что здесь тоже галочки ставим. Кнопка покупки всех существ. Тоже очень удобная штука. Обязательно поставим её, потому что в... Ну, то есть это неудобно там в форте по одному нанимать. Поэтому, когда особенно у вас там много замков, вы так вот проскипываете, просто нажимаете на эту кнопку. Очень удобно экономит время. Возможность передачи всех ресурсов. Так, ну... Нажав на иконку дохода города... Ну, сомнительно, но окей, конечно. Единственное, что даёт возможность передать мифриу другому игроку, что интересно. А так бы я, конечно, никому ничего не давал. Не сложно передать ресурсы там через рынок, на самом деле. Сложно найти союзника достойного этой передачки, правильно? Но вообще я в теории. Очень сильно помогло бы в онлайн игре там 2 на 2, чтобы сэкономить таймер. Но это, наверное, больше опция для охоты какой-нибудь полезна будет. Так что... Ну, не нужная настройка, лишняя. Центр торговли ресурсами. Можно передать часть ваших ресурсов другому игроку. Ну, вот это уже пополезнее будет. То, по сути, то же самое. Там можно щёлкнуть, передать другому игроку какое-то количество ресурсов. Ну, это полезно будет, если нужно будет там определённое количество золота передать. Например, 2435 золота. Потому что ползунком вот этим на рынке это сделать намного сложнее, чем ввести нужное число. Ну, так что, ну, наверное, неплохая настройка в этом плане, если вы играете за одним компьютером, хотсид. Отображение скрытых навыков. Показывать скрытые навыки удобная тоже настройка, дающая возможность мониторить прокачку героя целиком. Используется там она в совокупности с другой настройкой, которой мы потом дойдём. Она даёт изучать всем героям 9-й и 10-й навык. Точно не помню, где она здесь есть. Но, как бы, мониторить, что мы вообще выбрали, это тоже полезно. Отключение скриптовых сообщений. Использовать не особо рекомендую. Может поломать другие настройки игры. Так что, здесь лучше не ставить галочку, конечно. Дальше у нас какой там скрипт уже. Опция 0.25 от Тимофея Пульвера. Скрипт 25. Показывайте передвижение героя в цифрах. Ну, это будет полезно, если вы какой-нибудь киберспортсмен, киберкатлета. Там, высчитывайте каждый шажочек. Тут таких нас на канале не любят. Ну, иногда, конечно, действительно полезно знать там, что куда выгоднее дойти, там ресурсик собрать. Ну, иногда, да, полезно знать. Наверное, всё-таки поставим здесь галочку. Показывать ману тоже в цифрах. Ну, это вообще не нужная, по-моему, настройка. Непонятно для чего. Всё и так замечательно пишется в этом мини-окошке внизу. Или в окне героя тоже там можно узнать количество оставшейся маны. Ну, или в крайнем случае зайти там прям в книгу заклинаний и посмотреть. Так что настройка лишняя. Лишние настройки тоже лучше не ставить. Там игра может от каких-то крашнуться лишний раз. Это нам не надо. Ручная настройка союзов. Ручная настройка союзов. Она нужна была, эта настройка когда-то, но она устарела. Потому что мы сейчас можем установить на этот HD-мод, который у меня сейчас вот здесь вот стоит. Ну, он, собственно, позволяет уже прям вот в табличке выбрать передвижением флажков. Там очень удобно. Намного удобнее, чем эта настройка. Так что она уже устарела. Она нам не нужна. Дальше. Запрет автосохранения игры. Вы можете отключить автосохранение, чтобы ускорить переход хода на медленных компьютерах. Если автосохранение проходит быстро на вашей машине, этой опции нет нужды. Ну, это вообще супер плохая настройка, потому что ни в коем случае вообще нельзя убирать автосохранение в ВОГе. То есть игра в любой момент может крашнуться, вылететь. Автор этой настройки просто хочет заруинить вам катку. Так что не ставим, конечно же. Ага. Сокращённое описание навыков. Ну, очень полезная настройка для современного человека, конечно, который ловит инфаркт от двух прочитанных сообщений, от двух прочитанных предложений. Особенно рекомендуется, если вы любите позалипать на YouTube Shorts. Автор, конечно, настолько любит сокращать, что написал, видит, предпочитающих видеть, видит. Он пропустил мягкий знак. То есть он настолько любит сокращать вообще любые предложения, что даже мягкий знак здесь сократил в этом слове. Ну, мне не нужна эта настройка. Я в состоянии ещё всё-таки прочитать пару предложений, слава богам. Так что скипаем. Сортировка списка героев и городов. Кстати, в лейт-гейме вот эта вот настройка на больших картах действительно может пригодиться. Там, как любитель структурировать информацию, я рекомендую поставить. Быстрые настройки знамён пауководца. Работает, к сожалению, вот эта вот настройка не всегда, когда нужно. Поэтому ставить мы не будем. Мы сами настроим, если что. Выбор режима битвы. Эта настройка позволяет нам выбирать перед битвой, например, быструю битву или обычную битву. Или быструю битву без использования магии. Полезная очень настройка. Потому что часто не хочется тратить там лишнее время на пробивку каких-нибудь 40 гнолов, 30 бесов на дороге. А у тебя там уже отряд, знаете, 20 ангелов. Тут, конечно, поможет автобой. Он, конечно, не так хорош, как в Хоте, но имеем, что имеем. За возможность, тем более, выбирать сражение с магией или без использования магии. То есть компьютер не будет тратить вашу ману. За это, конечно, отдельный плюсик. Переходим к встроенным опциям. Внешние жилища 8 уровня работают как обычные. Ну, ничего плохого в этой, значит, настройке я не вижу. Я не понимаю, почему в игре так превозносят внешние жилища 8 уровня. Потому что мы их все равно можем в теории улучшить в замке, какая разница. Я думаю, ничего страшного не будет. 8 уровень это что? Это улучшенный 7. Ну, например, там гидры хаоса улучшаются в кислотных гидр. Получает там больше здоровья, скорости, регенерацию и кислотный кусь. Что, в принципе, полностью аннигилирует их отрицательные черты. Но если говорить конкретно про жилища, то ничего страшного нет, если оно будет работать как обычное. Дисбаланс больше в том, что эти 8 уровни вообще существуют. Так что ставим галочку. Система опыта стрелковых башен. О, это вообще интересная настройка очень. Для особенной игры на маленькой карте от обороны можно прям здорово побаловаться. Особенно за крепость, ибо за нее сложнее ее захватить. Там двойной ров, все дела. Тут наши стрелковые башни с этой настройкой будут увеличивать свой урон с каждой неделей удержания замка и с каждой успешной осадой. Причем увеличивать существенно будет. Тут вот 100, 200, 300, 400, 500 процентов урона и так далее написано. Там к десятой обороне, это представляете, уже 1000 процентов, это уже никто не возьмет, ваш город. Сильная штука очень. Побаловаться интересно, конечно. Но для обычной игры, не знаю, не уверен. С другой стороны, на ваш замок не так много будут нападать в обычной игре компьютеров. Если там 2-3 осады на замок будет. Ну и в теории вы можете также усилить до компьютера. Будет сложнее против него сражаться. Если это на него работает. Ну вроде бы должно работать. Но мы пока не ставим эту настройку. Возможность оставить войска. В совокупности вот с этой настройкой, возможность обратного подбора войск. То есть мы можем оставить их, но они просто разбегутся, когда мы на них нападем. А вот в совокупности вот с этой настройкой, если их 2 выбрать. То можно оставить войска. Например, такая ситуация, когда у вас все слоты заняты, и вам надо подобрать пандору. А там, ну скорее всего, тоже будут войска. Вы оставляете своих на земле. И подбираете пандору. А потом можете присоединить, даже другим героям каким-нибудь. Ну вот в этом случае, конечно, имеет смысл. Но еще можно, кстати, использовать, чтобы плодить войска. Потому что, как мы знаем, каждую неделю количество существ на карте увеличивается на 10%. И, кроме того, есть еще неделю существ. Они, по-моему, тоже влияют на прирост. Их можно, кстати, заранее узнать за счет расширенного навыка мистицизм. Но это мы дойдем попозже. Ну, так что вот эта вот настройка очень удобная. Командиры. Командиры обязательно ставим. Командиры очень. Это просто must-have настройка. Это лучшая настройка Волга. Тут галочка просто абсолютно всегда ставится. Командиры это интересно, свежо. Это герои 4. Это просто интересная механика прокачки своего убер-солдата. Вообще, клевая задумка из героев 4, которая... Ну, в героях 4 же сами герои сражаются на поле боя. Это как наш мини-герой такой получается. Мы его прокативаем по ходу. Такой небольшой отыгрыш в ДНД. Мы еще потом дойдем до тоже интересной настройки. Мы можем даже целую пати в ДНД здесь создать небольшую. Но это попозже немножко дальше. Обязательный найм командира. Тут надо отбашлять 1000 монеток за его найм. Но зато можно будет выбрать любого из возможных. Не обязательно играть за фракционного. Там у каждого из командиров свои там уникальные способности. Так что галочку я тут тоже воткну. Знаете, там можно выбрать, например, вождя людоедов, как вот я в прошлом ролике делал. Либо шамана. Это такой гноу в длинном платье синем. Он вообще стильно выглядит. Тоже мне очень нравится, как выглядит. И... Он ускорение кастует. Блин, кстати, забыл, как у него фракционная особенность какая. Еще какая-то интересная тоже у него была, но не помню уже. Надо потом посмотреть. Возможность разрушения городов. Вот эта настройка имеет смысл, если вы играете в долгу, отстраиваете города своей фракции для увеличения прироста и создания огромной армии. То есть вы уничтожаете один город, там, например, Инферно, и отстраиваете город родной вашему герою, например, замок. И там уже можно будет потом архангелов дополнительных отстроить, лишний прирост получить. Ну, если в долгу играете прям. Ну, кстати, можно придумать применение и в обычной игре, уничтожив противнику, например, гильдию магов, там, или даблу, чтобы он не мог восстановить ману. Тактическое чисто. Поставим галочку. Накопление существ во внешних жилищах. Хорошая штуковина, которая и в Хоте тоже есть давно, она освобождает вас от еженедельного объезда внешних жилищ в обязательном порядке. Ну, кстати, может сыграть с вами и злую шутку, когда приедет противник и скупит большое количество накопившихся существ. И потом вам, вам вломит. А у вас мейн там за три телепорта от замка. Так что тоже надо быть внимательным и хотя бы нам раз в две-три недели ходить скупать. Ставим галочку. Хорошая настройка. Накопление стражников во внешних жилищах. Если, ну это на любителей, если это поздний захват замка, поздний захват вот этих внешних жилищ, то будет, конечно, неприятно пробивать там, например, 50 драконов, да, чтобы получить прирост одну штуку. Так что я бы не ставил, конечно, слишком жестко. Так вот, одну проворонил или там, я не знаю, компьютер погиб, она осталась не захвачена. И потом вот, как там, 50 драконов побеждать, конечно, не хочется. Например, 50 ангелов накопились, если там. Создание сельванских кентавров. Если что, сельван это, по-моему, римское божество, покровитель лесов. Хоть и сомнительное улучшение, конечно, вот это вот. Тут еще, по-моему, нужны кентавры. То есть нужно соединить их конкретно. 14 благородных эльфов. И кентавров, да. И у вас, кажется, 14 сельванских кентавров. Так, стоп. 42 капитана. А, все, да. То есть нужно один к одному еще иметь два существа. То есть благородного эльфа и капитана кентавров. Два на одного меняем. Там улучшение не то, чтобы прям сильное. Плюс из маленьких двухгексовых... Из маленьких одногексовых улучшников, которых легко прикрыть. Мы получаем от этих двухгексовых гигантов. Ну, сомнительно, конечно. Но, почему бы и нет. Выглядят все-таки эти твари интересно. Система опыта существ. Самая дикая настройка в Воге. Но она мне очень нравится, конечно. Позволяет существам увеличивать свои характеристики. Получать какие-то новые перки, например. Возможность накладывать яд. Двойной удар. Вот это вот все фигню. Там даже... Ну и статы просто дополнительные. Там здоровье, атака. Это все тоже увеличивается за счет прокачки. То есть, бывалый солдат будет намного сильнее, чем свежекупленный и свеженайм... Свеженайманный и свеженайманный... Ну да. Да. Единственный моментик, конечно, здесь может быть. То, что вот здесь вот темп получения опыта армиями компьютера... Вот с этим сложно. Потому что баланс, конечно, непонятный. Компьютер может приехать с супер прокачанными войсками очень рано и... Ну, отписать леща. Тут сложно контролировать. Но мы все равно ставим. Это очень интересная настройка. Мне очень нравится. И ставим... Ну, по моему опыту, легко или нормально... Хорошо играется. То есть, компьютер нормально прокачивается. И не прям... И не больно, и не мало. Получаешь. Лещей. Вот так вот. Так, пройдемся еще по двум последним. Возможность оставить артефакт по правому клику. То есть, как мы оставляли войска. Удобно, конечно. Если вы набрали там кучу артефактов в инвентаре. И он оказался переполнен. А вам надо срочно поднять книгу земли какую-нибудь. Можно, конечно, нанять героя. И скинуть ему часть ненужных. Но... Если нет возможности. Там далеко. Нету замка рядом. То придется, конечно... Придет на помощь эта штука. Возможность оставить артефакт. Запрет на использование игровых кодов. Отключает чит коды. Чит меню. Ля-ля-ля. Ну, как нас убеждает автор. Эта опция не даст читерить игрокам. Загрузившим вашу игру в одиночной игре. Но пользы от этого явно ноль. Потому что герои супер уязвимая игра. И если кто-то захочет смуклевать. Он это сделает. Да и... Ну, я как бы и ни с кем не хотел играть особо. Мы вон с Женей поиграли. Я к нему приехал. То... Просто надо попробовать создать тоже... Онлайн лобби. Может быть потянет. Влог не будет. Часто вылетать. Посмотрим. Может быть можно будет тоже онлайн поиграть. Переходим... К следующей настройке. К следующей вкладке. Это опции карты. И дополнения. Фуф. Вот. На этой вкладке мы закончили уже все. Настройки карты. Да? Города без фартов. Города без фартов. У нас идет в совокупности вот с этой настройкой. Например. Так. Мы здесь тоже сначала проставим везде отмену. Надеюсь здесь не сбросилось. Вроде все хорошо. Здесь прожали отмену. И смотрим. Города без фартов. Это вообще все города будут на карте без фартов. И только нейтральные города игрока и города игроков. То есть у компьютера останутся фарты. Если вам хочется посложнее немножко. То можно поставить вот эти вот две настройки. Тогда вам нужно будет где-то искать ресурсы вначале. Играть в старты в армии. Там командиром больше как-то пытаться воевать. А компьютера будет какая-то фора. Если вам слишком легко играть. Но я не знаю. Я как-то не хочу ставить эту настройку. Далее. Замена картографов вуалями тьмы. Вуаль тьмы конечно прикольная штука. Там пускает дымок. Закрывает разведанную часть картой противником. Но жертвовать картографом ради этого не хочется. Очень уж мне нравится это строение. Когда приходишь, покупаешь карту. Открываешь ее всю. Это мне нравится. Если бы конечно еще карта была какая-нибудь. Как в просмотре земли. Тоже было бы интересно. Вот так вот посмотреть на эту карту. И сверяться уже с неразведанной картой. Когда ты уже знаешь где все. Но тебе приходится все равно сверяться. Но я не хочу ставить эту настройку. Замена ульев, змеев, драконов. 80% ульев будут заменены случайным образом на витринные мельницы. Хижины, хижины, ведьм или костерки. Настройка для тех, кого джебус кросс уже достал в край. Хватит играть джебус кросс, да? Ну, на любителя. Ну, я поставлю. Потому что там дальше у нас будут еще объекты. И они будут заменять вот эти вот взрывные мельницы. Хижины, ведьм, костерки. И нам нужно, чтобы их было больше. А уль змеев, ну, они не очень интересные на самом деле. Мне тоже не особо уже заходит. Они очень... Они уже всем надоели. Они уже повсюду. Ну, в каждой игре там собираете, играете. Только этими утками воюете. Конечно, крепость немножко пострадает от этого. Ну, я думаю, ничего страшного. Расширенные сундуки с сокровищами. Да почему бы и нет, кстати. Тут дополнительно дают шанс на 2500 золота и на 3000 золота. Почему бы и нет. Улучшенные внешние жилища. Приблизительно 25% внешних жилищ будут продавать улучшенных существ. Как разнообразие неплохо, но в целом можно оставить как есть. И потом самому улучшать за новый ресурс Вога. Как он... Мифриу, да. Можно там самому улучшать. Но для разнообразия можем добавить. Почему нет. Нормальная настройка пацанская. Вог. Существа на карте. Ну, если вам не хватает каких-нибудь... Тоже новых пробивок. Разных ПВЕ боевок. То настройка для вас. Я, кстати, наверное, поставлю тут. Тоже разные вот эти вот существа появляются. Темные драконы. То есть это все восьмые уровни. Посланники земли. Посланники воздуха. Кошмары. Санта Греблина. Сильванские кентавры. Волшебницы. Почему бы и нет. Почему с ними не повоевать. Нужно будет выстраивать новые стратегии. Тактики для борьбы с ними. Например, с этими санты Гремлинами. Тоже, которые прикрываются постоянно. Поэтому настройка неплохая. Привидения на карте. Приблизительно 5% обычных существ этого уровня. Будут заменены привидениями. Ой. Ну. Это те самые существа из героев. Из героев 2. Которые при убийстве других существ прибавляют столько же в отряд себе. То есть убил там 100 крестьян. На 100 призраков больше стало. То есть представляете, насколько это лютая имба. Так что просто так на карте их ставить, ну не советую. Можно будет там дипломатии присоединить. Поломать тонкий баланс Вога. Ну сами понимаете. А так для получения есть специальная постройка. Которую мы потом позже поставим. Палата смерти. Что намного лучше. Потому что вы далеко не сразу сможете ее победить. Это такой прям жесткий данжик для зачистки. Там вам наставляют конечно палок в колеса. Победить там ой как непросто. Но это намного лучше, чем их просто на халяву присоединить к дипломатии. Баланснее. Хотя они и так дисбалансные. То есть. Но вот эта вот постройка чем хороша. Там уже к середине катки только вы сможете ее пробить. И соответственно у нас уже будет не так много существ, чтобы нафармить эти привидения. Ну и они сами не такие прям сильные. Но когда их много. Там да. Как скелеты. Там 10-20 тысяч штук. Это уже сила мощь. Там любой отряд уже будет ложиться. В любом случае. Могут быть добавлены магические земли. Я кстати думаю, что вот это вот преображение части карты новыми землями. Всякими платками вот этими там, где огненная земля, воздушная земля, магическая земля. Какие там еще есть. Это вообще должно быть по молчанию стоять. Потому что, ну почему мы должны игнорировать эту замечательную настройку. Это разнообразие, интерес, всякие проклятые земли. Всегда нужно смотреть по ситуации. Какую-то вырабатывать стратегию. Если например проклятая земля, а ты маг. Тебе нужно как-то по-другому пытаться побеждать. Дальше. Опция 40. Первые деньги. Дает всем, включая игроков компьютеров, денег и ресурсов. Тоже интересно, если любите играть со стартовым капиталом на ферзе. Но и усложнить игру не прочь. Можно там поставить короля и эту настройку например. Тогда и вы останетесь при бабках, и комп будет чуть лучше играть. Ну тоже, тоже на любителя получается. Следующая настройка. Легендарные герои. Позволяет героям из компаний появляться в игре. В тюрмах, там в тавернах вот пишется. Ну, они такие имбалансные. Какие там есть? Ну из имбалансных прям это Джелл, Таракон. Они позволяют нам улучшать снайперов и чародеев. Так что, конкретно вот эти герои, они могут привнести такой, немножко перевес в игре. Но с другой стороны, интересно за них всегда поиграть. За Килгара, за Ксирона, за Катерину тоже. Я думаю, ничего страшного не будет, если там эти легендарные герои будут. Поставим галочку. Если не понравится, тем более, всегда можно убрать, пофаниться. Пару каточек провести. Дальше, расширение карты. Неделя монстров. Собственно, при неделе монстров, у нас там какое-то существо будет на неделе. Например, Кентавр. У него там будут плюс статы, плюс здоровье, плюс урон, плюс прирост. Следующая неделя, это может быть неделя, не знаю, черного дракона. Здесь есть такая, кстати. Не знаю, есть ли на высокоуровневых существ. Вот. Также тут есть недели ресурсов, которые увеличивают доход с шахт. И... А, кстати, по-моему, эта настройка больше не дает, да? А, ну... В чем соль? Когда мы ставим вот эту штуку, у нас еще есть четыре настройки. А... И... Тут уже нужно смотреть. Вообще, неделя монстров, это... Мне нравится эта настройка. Она какая-то такая прям уютная, каноничная. А... Больше влияние астрологи несут в игру. Можно там представить, например, как в сериале об Анге, легенда об Аватаре Анге. Там была комета Созина, которая увеличивала силу магов огня. Вот. Примерно так же. То есть там какая-нибудь, не знаю, комета пролетает, или... Луна отдаляется, или что-то. Какие там спутники у Энрота есть. И увеличивает вот... Определенным существам статы. Собственно, сюда же идет еще четыре настройки. Вот. И они уже на любителя. Появление на карте ресурсов. Странствующих монстров. Обычных, нам неподвижных монстров. И синхронизация с лагерями беженцев. Все, кроме последнего, мне кажется каким-то сомнительным. Можно, конечно, поставить, если... Вам нравится играть, опять же, в долгую. И у вас уже пустая карта там под конец. И вот уже тогда спасет эти настройки. Потому что будут появляться все новые ресурсы. Все новые монстры, на которых можно опыт набить. И... Можно уже там прокачивать новых героев. Или лошков отправлять собирать ресурсы. Ресурсов всегда не хватает. Ну, мне как-то не нравится, чисто в логическо-эстетическом плане, вот этот момент. Но синхронизация с лагерями беженцев интересна, интересно. То есть, неделя кентавра, там будут кентавры. Все понятно. Следующая настройка. Мифрил. Мифрил добавляет новый редкий ресурс, который позволяет производить разные манипуляции с нашими замками, шахтами, внешними жилищами. Можно там всячески их улучшать, прирост, прибыль. Опять же, в лейтгейме занимательно, когда уже замок отстроен. И... Ну, тут что, блин, и с ним еще делать. Отображение мифрила. Следующая настройка. Тут уже... Ну, не, ну тут все просто. То есть, нам, как бы, надо же знать, если у нас есть этот ресурс, нам надо знать, сколько у нас его. Поэтому, тут тоже ставим галочку. Это будет логично. Неплохо будет знать, какое количество мы насобирали. Размещать мифрил на карте. Некоторые кусочки ресурсов, кучки ресурсов, заменяются мифрилом. Да, почему бы нет. И... Появление мифрила в мельницах. То есть, можно еще их нафармить немножко в мельницах. Кстати, эльфы мистических садов тоже могут дать мифрил. Видите, написано. Немножко ресурсами жертвуем, но мифрил сам по себе тоже интересный ресурс. Кстати, по-моему, есть даже неделя мифрила. И она спавнит на карте слитки. Это тоже очень интересно и помогает не заскучать, когда там у тебя 10 замков, они все отстроены. А ты можешь взять и тыкнуть там увеличение прироста тех же арбалетчиков в 2 раза. Ну, не в 2 раза, сколько там. Дальше. Универсальное улучшение существ. Позволяет улучшать воинов любых в любом городе, если отстроено улучшение соответствующего тира. Но я думаю, что это как-то глупенько и имбалансно. Вот что я об этом думаю, поэтому не ставим. Расширенное улучшение существ. Всегда ставлю, люблю дополнительные улучшения. Так что... Больше улучшений богу улучшений. Хозяева жизни. Герои автоматически улучшают крестьян и монстров первого уровня до улучшенных, соответственно, монстров первого уровня. Ну... Такое себе... Непонятно зачем. Проходимость объектов ландшафта. Ну, это очень интересная механика. С помощью этой настройки можно будет медленно, но верно идти через горы, леса и прочие препятствия. Прям герой будет там по одной клеточке в ход, по две проходить. Но есть шанс наткнуться на засаду. Там нападут на вас. Это еще полбеды, конечно. В теории это все звучит как интересная механика. Но вот на стриме мы пробовали с ней играть. И, пожалуй, только разочек можно поставить, как я думаю. Потому что маршрут постоянно выстраивается неправильно, сбивается. Каждым героям приходится вот по одной клеточке ходить. Иначе работает плохо. Ты застреваешь. И если ты еще без армии идешь, то тебя просто убивают. Но сама задумка, конечно, хорошая. Один разочек точно стоит сыграть с ней. Передача имущества и героев. Ну, слушайте. Передача имущества и героев позволяет смену владельца для ваших героев городов, шахт, внешних жилищ, маяков, верфей, гарнизонов. Блин, мне нравится как это звучит. Но на самом деле сложно придумать, как это использовать в настоящей игре. Ну, только если отыгрывать как партию ДНД с другом и продавать ему шахты, города и прочие объекты за какое-нибудь количество золота. Это было бы прикольно, если бы опять же хот-сидс опять бы собрались. Потому что в онлайн-игре оно вряд ли работает. Платные монолиты. Да, блин, капитализм и сюда добрался. Но, с другой стороны, с другой стороны, как вот тут пишет. Обычное использование двустороннего монолита бесплатно дает большие возможности. Возможность посещать многие области на карте и иметь доступ к неохраняемым предметам и землям. Вполне логичным решением стало решение взимать плату за использование двухсторонних монолитов. Ну, да, капитализм, конечно, и сюда добрался. Но, в принципе, почему бы и нет, за простые перемещения тоже надо платить. Кто-то же эти порталы открывал. У нас вообще в парке вон за поход в толчок деньги берут. Нейтральный город. Существа сопряжения заменяются существами нейтралами. Но, на самом деле, по визуалу они не очень вписываются в сопряжение. На разок, конечно, поиграть интересно. Тем более, что там есть забавные существа вроде Оборотней и Горынычей. Мне очень нравится, как геройские мододевы в большинстве своем наши земляки продвигают русский фольклор. Использование новых боевых полей. Ну, тут чисто визуальный эффект. Если старые приелись... Почему нет, кстати? Забыл, кстати, проставить галочки. Улучшение замков. Ну, это как раз о том, чем я говорил. Замефрил. Эту настройку ставим, если хотим качать замки. Дальше. Так, отношения между существами. Между некоторыми существами, такими как Дьявол, Ангел, Джигны, Фрид, Титан и Черный Дракон, могут произойти случайные, там, междоусобные драки. И если они не в... Ну, если они находятся в отряде героя, я так понимаю. В одном. То есть, они настолько ненавидят друг друга, что сильнее бьют, но в оригинальной игре, почему-то спокойно могут существовать в одном отряде. Тут же сделали... Еще, правда, добавили, что могут существа нравиться друг другу и улучшать бесплатно. Вот это вот, конечно, все портит. Если бы просто ненавидели, было бы интересно. Я просто не понимаю, зачем магам дружить с монахами. Бормотание монстров. Атакованные монстры бормочут и говорят странные вещи. Их трюк не несет ценной информации. Описание абсолютно правдивое. Они действительно несут полный бред. И вряд ли это какое-то дополнительное вовлечение внесет в игру. Фраз не так уж и много, на самом деле. Но на разочек, опять же, почитать можно, если вы любители посторонние. Кармические битвы. Ну, не понравилось что-то мне это, по-моему. Призывает каких-то дополнительных мобов в помощь, что стоят на карте. Поле боя вообще в цирк какой-то превращается. Не нравится. Сложные битвы. Делают мобов более плотными, но менее быстрыми. Непонятно зачем, непривычно, тоже не нравится. Возможность редактировать указатели. Ну, я думаю, что это одна из лучших настроек в принципе. В совокупности с настройкой, позволяющей разрушать города, так вообще выглядит очень смешно. Ну, вот представьте, разрушили, значит, город. И написали на значке рядом. Саня, беги, нам кроватые твари деревню сломали. Вот так вот можно затроллить друга своего, например. Дальше. Разделение отрядов. Страшная настройка, на самом деле, позволяющая в бою разделить любой отряд на две части. Идея в токсическом плане, конечно, имба, но, например, некромантия она сломает. Скелетов там не поделишь, потому что они потом не воскресятся. Так что плохо работает. Ставлю 7 из 10 за крутую идею, но оно нам не надо. Случайный герой. Есть 25% шанс, что случайный герой появится на стороне у монстров и поможет им драться. Если включен скрипт, усиленные боевые машины, ля-ля-ля. Что-то фуфло какое-то, с чего бы вдруг вообще случайный герой будет за них драться. Кредитный банк позволяет брать кредит, но отдавать придется с процентами, причем солидными, 30%. Но сама механика крутая. То есть позволит, если что, построить Капитолий. Если у тебя 500 монет не хватает, на следующий день сразу же отдаешься и спокойно. Разрешить постройки в городах дважды. Зачем? Непонятно. Непонятно. Выбор типов нейтральных городов. Если включено в начале игры, появится диалог, позволяющий вам исключить некоторые типы нейтральных городов из игры. Ну... Может кому-то пригодится. Я не знаю. Мне нравятся все города в целом. Дополнительные бонусы нейтральным войскам. Сам автор предупреждает, кстати, внизу вон, что это делает игру очень сложной и почти безумной. И рекомендует ставить только для потных тренировок на бисуху. Так что это не для нас. Увеличенный размер нейтральных отрядов. Рост нейтральных отрядов, но... Да, но он, кстати, по-моему, не увеличивается. Так, плюс 10% по умолчанию. Но при этом все монстры становятся агрессивными. То есть дипломатией не попользуешься. Ну, как-то хз... Ну, дипломатии весело играть иногда нормально, хоть и дисбалансный. Опыт нейтральных отрядов. Так, ну, опыт нейтральных отрядов мы ставим. А почему бы и нет? Раз у нас есть свой опыт, то и они должны копить опыт, соответственно. Немного усложняет боевки с мобами, опять же. Бловство с опытом меня... Мне всегда лично заходит. Там у них всегда новые какие-то фишечки. Рост популяции нейтральных городов. Опять же, пытаются сломать тонкий баланс нашей идеальной настройки. Так что проходим мимо. Хотя, вот разочек, наверное, стоило бы попробовать. Там вон самовосстанавливающиеся утопии. Самовосстанавливающиеся хранилища разные. Надо попробовать как-нибудь. Существа седьмого уровня получают 50% опыта. Типа для баланса. Ну, обычная настройка. Тыкаю. Так, ничего тут не забыл. Вроде все поставили. Переходим к опциям навыков монстров и героев. Дополнительных изменений в балансе. Так, изменения в балансе и свойства героев. Расширенные специализации героев. В битве герой получает бонус, основанный на его родной специализации. Ну, то есть он усиливает родные специализации. Там, например, в битве герои будут получать дополнительные бонусы к мечникам, кто специализируется на мечниках. А если это какой-нибудь герой маг, например, там цель, то будет халявная стрелка выпускаться. То есть магия, на которой она специализируется, там вот с каким-то... С какой-то удачей будет выпадать бесплатно. То есть вы потом сможете еще свой каст прокастовать. Ну, немножко... Немножко имба, конечно. Ну, с другой стороны, вроде как добавляет героям еще больше интересных различий, из-за чего можно выбрать среди разных именно свой отыгрыш. Ну, это надо тестить. Непонятно пока что. Изменение способностей героев. Балансирует некоторые навыки и заклинания у героев. Немного некомфортно и непривычно играть, поэтому не хочу. Кстати, здесь нам надо тоже везде вот так. Оба! Выбор класса командира. Да, это то, что мне говорил. Тут еще нужно вот эту настройку поставить, чтобы можно было выбирать командира, увольнять его, перенанимать. И вначале вот как раз нанимать командира, какого захочешь, не обязательно своей фракции. Пропустил настройку. Измененные стартовые армии героев. Автор утверждает, что это баланснее, но на самом деле, как будто бы я такого не особо приметил. Ну, всем просто немножко меньше сдает воинов. То есть, если там это какой-то брон, ему василисков урезают. Их не дают. Дают два стека гнолей. Может быть, может быть, для игры там, если вы задним компом сидите с друзьями, это неплохая настройка, чтобы у всех плюс-минус одинаковые условия были. Так. Улучшенные командиры. Ну, слушайте, в целом, как я уже говорил, они и так очень сильные получаются. И я сам недавно проходил карту без войск, чисто с командиром. Дополнение, дополнительные какие-то усиления, я не думаю, что нужны. Усиленная защита от магии разных стихий. В теории прикольная штука. Это про заклинания типа защиты огня, воздуха и так далее. С этой настройкой оно с какой-то вероятностью зарезистит заклинания от дебафа. То есть, если это защита от земли, например, то поможет от медлительности. Но проблема в том, что оно не резистит массовые заклинания. Так что, против точечных, ну, я не знаю, какие, зачем. Если это точечная медлительность. Ну, я не думаю, что оно прям сильно нужно. С другой стороны, в каких-то тактических моментах можно так переиграть, конечно. Но это очень редко, я даже представить себе не могу, если честно. Ну, давайте поставим, в принципе, ничего такого сверхъестественного эта настройка не дает. Дальше у нас идет три вариации усиленных боевых машин. И самый адекватный, кажется, по-моему, третья. Каждый герой имеет, может иметь более одной машины каждого типа. Машины могут быть куплены в городах и фабриках. Вот фабрика, кстати, задолго до выхода ее в хоте. Вот такая смешнявка. С повадкой первой помощи игрок может воскрешать существ. Это сильно. Если отряд на поле боя, битвы, не был полностью уничтожен. А, ну и подвода с боеприпасами добавляет очки магии. я не знаю, короче, все они какие-то странные бонусы дают. Мне не кажется это логичным. Поэтому мы проскипаем. Там дальше есть круче усиление, которое действительно классно впрятено в игру и не то чтобы там приносит какое-то сильное изменение на самом деле. Ну, вообще-то сильное изменение приносит, но его можно принять хотя бы. Типа воскрешение это что вообще такое? Оруженосец добавляет вашу армию оруженосца. Это тоже одна из лучших настроек. Почему? Потому что мы можем создать пати уже. Мы можем взять с командиром вместе и уже ходить без войск чисто на пустом герое на максимальном разгоне с этой пати из двух убийц. Он тоже будет прокачиваться при этом. Так что тут реально можно целую такую ДНД очистку устроить. Это прям мне нравится. Вот когда такое дают. Мне надо в герой в 4 поиграть. вызов элементалей. Ну тут нам позволяют призывать заклинания эмиленталей элементалей 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 а фиг его знает себе в армию элементаль элементалей но не в бою могут призвать а просто на карте и они сохраняются навсегда то есть они всегда будут у вас войске но нужно потратить в 10 раз больше маны чем на обычный призыв и можно только один раз в день это сделать очень вкусно придумано конечно но даже с такими ограничениями имбовейшая штука как по мне такую бы настройку потестить на двоих играя вдвоем за сопрягу было бы вот весело защита немножко уменьшает защиту то есть если она в оригинале дает 15 20 25 или 30 вообще а 10 20 30 она дает по-моему да процентов то тут 10 15 20 ну тут уже на ваш вкус если вам кажется слишком слишком мощным этот навык он действительно он действительно мощный я вам так скажу артиллерия так ну я думаю я думаю что я бы наверное не брал эту слишком сильно бафы как можно понять по-моему предыдущему ролику я там просто всех баллисты разнес орлиный глаз кстати вот но он будет полезен только если включить как раз сразу вот эти две настройки потому что по одному они он все еще он все еще плох первое позволяет за уровни учить новые заклинания а второе прерывает вражеские дружественные заклинания и градет ману с шансом я артин орлоглаз тоже становятся не бесполезными они тоже увеличивают этот шанс так что наконец-то можно какое-то применение хотя бы найти если даже там впервся с этим перком он будет не такой уж и бесполезный даже для мейна для финалок так поместье за каждый уровень поместье ля-ля-ля поместье я думаю ну по желанию можно бафнуть но оно как будто бы и так неплохо для вторичных героев смотрится я бы не брал ни то ни другое первая помощь первая помощь мне показалась интересная именно вторая потому что она позволяет накладывать экспертное лечение при экспертной первой помощи и дает герою заклинание лечения поднятия мертвецов и воскрешения вот это уж действительно медицина так медицина но не мы все-таки не ставим не ставим но можно было вот это можно было бы но но не будем дает герою шанс получить дополнительные очко параметров при получении уровня что здесь плохо это то что оно дает шанс ну как вам сказать фигово все равно фигово бесполезный навык даже если два вот этих включить второй дает определенное количество опыта в день там 300 опыта в день на что повлияет вообще не на что ну хотя бы так нам больше не дают выбора удача дает каждому отряду в армии получить плюс две атаки плюс две защиты и удачи на битву 10% шанс вплоть до одного отряда да 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 ну кстати учитывая что в воге удача так себе работает нету неудачи нет ничего такого то смысла брать этот навык вообще нету там можно пару артов нацепить и все она у тебя будет так что я не знаю можно немножко бафнуть немножко приятно может быть будет так идем дальше по вторичным навыкам это мистицизм мистицизм тоже в оригинале слабый навык тут придумано что-то замороченное но интересное добавляет 10-20-30 процентов от максимума маны каждый день показывает чья будет дальше неделя можно тоже как-то использовать и дает еще информацию если построить то есть наоборот до постройки гильдии магов можно узнать какие там будут заклинания даже вот за счет вот этого можно уже взять этот навык для вторичного героя чекать гм и знать какие отстраивать еще есть второй вариант снижать ману у вражеского героя но это как-то тоже так себе конечно я думаю первое поставить звучит как будто можно уже взять и даже не мейну нет мейну слабенько но вторичному героя спокойно залетает навигация увеличивает атаку и защиту в морских сражениях плюс один плюс два плюс три почему нет неплохо так поиск пути здесь он нам дает разгон халявный то есть соответственно база 6 продвинута 7 эксперт 8 это нам поможет если у вас медленные существа и если вы возьмете этот навык вам не нужно будет в принципе думать о разгоне там если вы с гномами гоняете каким-нибудь у вас там будет 8 минимальной скорости неплохо поиск пути в принципе бафает потому что он кстати воге он неплохой навык его чем можно переконтрить полет какой-нибудь зеленых ботинок тут нету можно взять можно немножко повысить я думаю не критично сопротивление выбирает улучшение первых трех уровней вражеских отрядов и они становятся не улучшенными ну такое такое давайте просто вот бафнем на плюс 5 получается оно в оригинале 5 10 15 процентов здесь 10 20 30 уже уже звучит лучше грамотность так грамотность дает нам шанс выучить заклинание раз в неделю непонятно как как-то непонятно зачем странно разведка ну по разведке тут самое адекватное это второй вариантик хотя третий тоже интересный тут такой тоже некий отыгрыш позволяющий нам саппортировать вражеские города но вторая наверно смотрится как-то органичнее что ли вторую возьмем тем более подложка скорее всего это берется дальше волшебство тут они опять что-то намудрили с первым навыком а вот второй просто увеличивает процент опять же опять же его берем как и суча сопротивления тактика тут нам предлагают заменить крутую тактику на просто увеличение скорости ну я не знаю какой-то даунгрейд тактикой на то и так ся чтобы расставлять существа выгодно не нравится и вот мы дошли до самого интересного на мой взгляд решения искусство войны объединяет баллистику артиллерию и первую помощь в один навык я думаю что даже так это не имба но это выглядит лучше и лучше как будто бы обосновывается чем какие-то там улучшения типа катапульта может стрелять огненными шарами я не знаю мне это больше нравится это действительно теперь можно брать и при этом это не имба подвойно в самый раз переходим дальше объекты и артефакты так тут же мы все сделали ай мы пропустили я же так пошел я думаю что-то не хватает изменения в балансе и свой существ измененные существа полная срань даже читать не буду сказочные драконы во плоти по-моему не стоит хотя они сильны но по деньгам для вас будет туго выкупать прирост даже для одного этого дракончика хотя может быть на этом бы такую фишку некую оплота то что у него есть сказки сказочные драконы лес силиванские кентавры но звучит неплохо кстати но я бы поставил хотя бы поиграть пару раз если не понравится опять же можно убрать уменьшенный прирост огненных птиц фениксов немножко нерфим сопряжение уменьшаем количество фениксов до 3 я думаю это справедливо змеи берсерки это вообще кому в голову пришло непонятно полная жесть лютая просто усиленные существа так усиленные существа но усилять тоже никого не будем вообще не усилять конечно тоже никого не будем тут сложно потерять эту грань тонкую между балансом и полным безумием не хочу метаморфы прикольно типа мимики такие но мне не нравится как они нарисованы в игре поэтому я не хочу тоже их брать ставить вот это классная кстати вот это классная настройка метки выстрел пронзающий выстрел сразу можно подумать на морских волков исходы но тут немножко подругое он отнимает у арбалетчиков возможность дважды стрелять и дает так называемый пронзающий выстрел мне вот кстати всегда интересно было почему у арбалетчиков есть эта возможность два раза стрелять за ход арбалет как будто бы долго перезаряжается пока не перезарядится уже следующий ход настанет так что такое решение звучит правдивее оно что делает оно убирает двойной выстрел но дает выстрел который пронзает значит основной стейк который составляешь и бьет за ним тоже существо с 50 процентным уроном от этого то есть как будто бы болт насквозь пролетает и немножко задевает еще других и немножко оно еще убирает убирает уменьшает защиту цели тоже звучит справедливо арбалет мощный пробивает там броню по-моему по-моему неплохо ну вот тут разобрались переходим к объектам и артефактам новые сундуки сокровищ я думаю что всегда ставится почему нет разнообразие свобода выбора это всегда хорошо в одном вообще из сундуков он можно выиграть патент на шахту незанятую кто такой придумал что за гений новые артефакты волк тут пока ставим галочку но нужно потом еще разобраться с этим разные артефакты нам у нас еще будут настройки на это улучшенные артефакты прикольная настройка делает всякие бесполезные артефакты более-менее полезными хотя тут бесполезных особо нету тут многие контрят другие ну вот например что мне нравится там брелок бесстрастия дает плюс один знания в неделю неплохо единственное что я бы карты пророчеств не ставил а ну они отдельно идут кстати говоря лучше артефакты ставим песочные часы демона еврейского я ставить не хочу потому что ну вообще супер сомнительная какая-то штука не 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 вообще не стратегия уже какая-то за тебя там что-то дерутся так книга заклинаний книги заклинаний найденные на карте содержат заклинания разных уровней вот это кстати очень хорошая штука мне понравилось когда я с этой фигней играл там можно вот найти прям книга заклинания лежит и она там дает например ледяную молнию песочные зыбучие пески метеоритный дождь там и силовое поле ты нашел книгу чуза какой-то маг оборонил так книгу заклинаний ставим карты пророчеств карты пророчеств мы не ставим они ломают игру как можно понять из моего последнего ролика живые свитки живые свитки там с какой-то вероятностью колдуют заклинания сами это как вот там было со специализациями то что герой тоже может бесплатно сколстовать заклинания не знаю можно побаловаться взять например вот эту настройку ту и вот эту настройку и просто зашметывать разными заклинаниями бесконечно как герой 3 и далее автомат ну не знаю я не хочу ставить улучшенные артефакты так тут тоже улучшаются артефакты разные кольцо мага вот например увеличивает урон от заклинаний на 20% то есть бесполезный сборник дают делают более менее интересным и сами тоже сборные элементы он приносит увеличивает урон от заклинаний то есть играть за мага здесь становится более интересно за счет этого колечка его не так уж сложно собрать мне кажется это классная настройка улучшенные артефакты для командиров артефакты командира можно надеть на героя что даст две случайные способности на командире работают как обычно так дополнение к свойству артефакта командира тут дополнение конкретно но дополнение нам не надо нам нужно просто чтобы они были артефакты командира сами по себе они хороши а вот улучшать их ну не стоит замена объектов во время вогификации это собственно ставится чтобы заменять вот эти вот новые объекты на местности которые есть в настройках вог под замену там идут всякие кто написано в общем старые объекты там мельницы всякие консерватории медузятни они все равно останутся конечно но в меньшем количестве это мы ставим чтобы дальше поставить нужные нам объекты пещера приключений пещера приключений интересно там можно со всяким столкнуться с воришками со всякими монстрами получаешь какие-то бонусы прикольные такое тоже мини приключения по зачистке донжа это интересно тоже такой рпг момент я бы оставил сиротский приют я не понимаю зачем он нужен то есть помогает бедным и неудачникам маленькими подарками я себя таковым не считаю соответственно лгавочку не буду ставить алтарь трансформации он может из любых там существ например замка трансформировать в существ темницы причем сохранив обычно сохранив или немножко там уменьшив тир существ если это архангел то он трансформируется скорее всего в черного дракона ну или в красного дракона ну или если не повезет в монтикор насколько я так помню но это не знаю это тоже поиграться и бросить на разочек у нас есть перестройка замков если что мы можем перестроить и нужных нам существ получать это вообще безумие трансформировать вам не жалко своих существ дальше башня аркан башня аркан позволяют герою перераспределить очки первичных навыков вот это вот хорошая штука единственное что их слишком много спавнится конечно частенько но иногда нужно там перекинуть в атаку перекинуть наоборот в силу магии это неплохая настройка она позволяет контролировать прокачку героя так скажем ремесленник кузнец который может улучшить или обменять многие из ваших артефактов мне эта настройка не нравится по причине что по идее артефакты это вообще там древние нам оставили как технологию такую некую забытую и почему мы вообще должны там их улучшать трансформировать каким образом это не нашего ума технология так скажем боевая академия объект продает героям очки атаки защиты боевые вторичные навыки и артефакты мне не нравится то что оно заменяет утопии драконов поэтому я не хочу ее ставить зал смерти зал смерти это как раз тот самый небольшой из черепов составленный купол которым мы встречаемся с королем нежити там очень много существ их сложно победить и если победим нам дадут существенную награду это те самые призраки которые всасывают себя души но победить действительно сложно поэтому я не считаю тоже какой-то имбой лютой эту постройку мы ее оставляем изумрудная башня в изумрудных башнях живут древние могучие колдуны которые могут изменять существ по всему миру делая их сильнее за плату опять же хватит издеваться над существами давайте не будем забытая твердыня вот эта штука интересная она позволяет получить там рандомное полезное заклинание которое при следующем ходе сработает на 50 раундов может молитва выпить например и единственное что когда мы туда заходим мы тратим все очки передвижения но штука полезная особенно если опять же там будет точность та же или молитва на всех существ почему нет жажда крови каменная кожа я не знаю какие там заклинания конкретно выдаются от каких тиров причем тут пишется что оно сработает даже если оно не массовая мне вот интересно может ли там выпить какое-нибудь бешенство и в начале раунда на 50 раундов сработать на всех это будет смешно торговец старьевщик но он опять тут барыга какой-то у нас барыг не приветствуем внешне жилище 8 уровня ставим почему нет почему нет подраться с кошмарными гидрами с всякими как их называют верховные архангелы вон чудище привидения получить их себе в личное сопровождение даже если вы не владеете таким замком они всегда сильны усилит вашу армию несколько раз точно цвятилище командира тут можно восстанавливать своего мертвого командира за небольшое пожертвование ресурсов но также их можно восстанавливать в принципе и в городах так что я не вижу смысла вообще тратить на это наши тайники бесов обсиротварей грифонов флаги единства ну зачем их меньше делать за счет бесполезного такого за счет бесполезного такого строения хижина командиров ведьм хижина ведьм будут давать дополнительный навык или способность командиру помимо героя можно поставить прокачивать также нашего командира хижины продвинутых ведьм герой могут отказаться от предложенного навыка или сделать его продвинутым за 3000 золотых или даже забыть навык напрочь вот вот это хорошая настройка тоже ставим супер у нас продвинутые ведьмы получаются темницы хозяина драконов тут в утопию добавляют супер улучшенного темного дракона я думаю что это лишнее ненужное а вот следующая настройка это очень хорошая она позволяет рыбачить в колодце во первых это весело во вторых дает там ресурсики интересненькие золото мы можем выловить солнце но это можете посмотреть на стриме я реально солнце выловил можем выловить деревяшки вот такой вот тоже рандомчик ставишь героя рыбачишь по-моему весело и не то чтобы имбалансно гильдия наемников мимо потому что она плохо работает в игре вы там можете нанять например не знаю 100 драконов и они пойдут потихоньку уничтожать вашего противника но проблема в том что пойдут они это делать по одной клеточке в день если не меньше и скорее всего никогда так и не дойдут а если дойдут тому уже врага будет сильно больше воинов не совсем понимаю как это работает и зачем гарнизоны можно поставить нейтральные гарнизоны с охраной по всему по всей карте но не знаю только тоже вот специфически какой-то получается у нас геймплей с этим если пытаться вот если бы эти гарнизоны знаете как-то стенкой своей ограждались и можно было там действительно оставлять своих существ захватывать их это такая переправа мини мини замок который охраняет проход был бы конечно интересно а так ну гарнизон гарнизон не знаю руны обелисков это опция дополняет обелиски случайно выбираемым заклинанием небоевого типа то есть если мы зайдем в обелиск которые используются для поиска гораля то можем например там на рандомном выпало заклинание городской портал и мы можем его скастовать но зависит его экспертность соответственно уже от навыков героя никакого криминала здесь не вижу так что почему бы не разнообразить таким прикольчиком ту же игру игра в карты в тавернах на первый взгляд звучит очень весело но на самом деле как таковой игры там не будет вам просто нужно будет делать ставки и я пробовал я проигрывал на этих ставках их еще можно делать раз в день вообще не весело мне не понравилось вот живой череп вот это уже интересная штука она за бабки выманивает показывает нам информацию о каком-то артефакте единственное что мне не нравится то что за несколько бросков мифрила мы можем собственно доставить этот артефакт прямо к себе вообще не бегать за ним если бы нам просто показывали где он покупали информацию это было бы клево а вот уже покупать сам артефакт ну ну не если я вот так в глаз просто сразу закину бабок в начале игры куплю себе книгу земли ну это слишком по-моему нам такое не надо магические грибы вот это вот прикольно мы типа подходим к ним там огненный гриб земляной гриб например вдыхаем их споры и знаем неделю магию огня земли воды воздуха какой гриб вдохнули на экспертном уровне также это ставится спокойно в секретный слот 9 10 так что если у вас герой уже прокачан вы не словили магию земли вот такие грибочки будут вам спасением они мне нравятся в этом геймплейном плане рынок времени позволяет герою забыть уже изученный навык за 2000 монет неплохо но я не понял по моему вот это вот тоже нам позволяет забыть забыть навык или я что-то путаю надо протестировать зеркало пути домой городской портал на карте но за 1000 монет хорошая штука жилища мистических существ герой может нанять до 7 типов существ жилища мистических существ такое что-то непонятное рандом имба не знаю хранилища новых существ хранилищами новых вог существ заменяются некоторые объекты на карте вот если включена замена объектов в трансильвальские таверны дома летучей мыши покрытые снегом гроты могут заменять что-либо из этого хранилища мюз ля-ля почему бы не разнообразить больше больше всяких хранилищ добавить внешнее жилище новых существ тоже можно добавить в кучу там снайперы вон всякие кошмары если у нас этот замок нейтральных существ не включен мы этих кошмаров только вот так вот и можем добыть в принципе я думаю не будет лишним дворец мечтаний ну дворец мечтаний это что-то типа игры в карты это из разряда казино осуждаю короче дети не играйте в казино все просрете но это вообще не работает мне кажется разработчик там прям позаботился чтобы шанс был супер маленький и специально вот такие вот такую настройку сделал чтобы люди пробовали и сливались там сливались все свои деньги там написано джек пот ну поиграться прикольно кстати поиграться там интересненько снадобья в фонтанах снадобья как в героях 4 опять же можно их вот так вот в фонтанах найти и пить перед боем получать дополнительные статы всякие атаку и защиту а вот атаку и удачу это неплохо снадобья бисерка водяного знаете вот жалко нету снадобья бессмертия как в героях 4 тоже кристалла могущества кристалла могущества дают бонусы к первичным навыкам командира в зависимости от типа кристалла ваш командир получит плюс две атаки плюс две защиты плюс одной силы магии или плюс одной скорости классная штука можно тоже прокачивать пробивать охраны прокачивать со счет этих кристаллов силов командира дополнительные бонусы школа колдовства такая же у нас была боевая академия только тут теперь школа колдовства ну раз ту не поставили это тоже не поставим ну сфинкса мы сто процентов исключаем из нашей пати потому что он задает очень дебильные загадки посмотреть вы можете на стриме у нас уже такая буа их фиг разгадаешь непонятно как они связаны с героями вообще ненужный объект интересный если бы были загадки про героев так не нравится камни вызова позволяют герою призывать группу существ из любого города раз в день то есть это как можно телепортировать героя через зеркало домой а можно наоборот существ телепортировать в армию героя это мне нравится далее правила карты выбор в начале каждой карты вы будете выбирать правила карты используемые в этой карте нам нужно поставить естественно использование где выбор правил по умолчанию использовать правила отмеченные ниже вот вот это нам нужно итак отображение выбора карт в начале не обязательно кстати мы так не запомним что ли атака без контрудара вместо полета зачем непонятно а инвертированная скорость существ быстро становится медленными медленными быстрее зачем непонятно половинная стоимость существ на седьмой день такая распродажа ну тоже побаловаться зачем непонятно создание героями магического ландшафта место где герой стоит в начале дня обрастает магической равниной это еще какие-то дриады уже они герои получаются двойная атака для всех существ имба растущая армия имба кабаны в большинстве внешних жилищ не знаю зачем то есть это они не заменяют это дополнение кабаны появляются там например огненные элементали продаются и рядом кабаны зачем начало с героями пятого уровня вот это уже звучит прикольнее если все начинают то никакого дисбаланса опять же нету мне нравится эта настройка дублирование артефактов тоже непонятно ты берешь один артефакт тебе дают два ну то есть еще один в подарок два по цене одного куда мне его использовать так туман войны интересно будет если играть тоже вслепую но не не для каждой катки да так скажем мягко хотя настройка очень интересная можно шахты захватывать специально там всякие объекты чтобы сохранять какую-то часть карты контролировать хотя с другой стороны тоже так поиграть интересно потому что ну а почему мы вообще видим разведанную часть карты что там происходит это как будто бы у нас там уже дирижабли летают или что но это опять же против какого-то другого игрока например играть или себе игру усложнить на компьютер видите это не действует удвоенное передвижение героев не нужно еженедельная смена шахтами типа ресурс не нужно зачем нам этот рандом лишний повторение посещения то есть если там рудная шахта будет производить золото что за бред повторение посещения мест обучения интересно но ну не знаю использование скрытых навыков вот это мы берем два дополнительных секретных навыка мы там как раз брали до этого еще галочки ставили автопреобразование существ седьмого уровня они улучшаются до восьмого в начале каждого дня опять же сомнительно получение артефакта за каждый уровень я попробовал то есть у меня стояла такая настройка в прошлом ролике слишком имбово если это такая маленькая карта да и на большой тоже там и сильные артефакты дают уже за большие уровни и когда вы побеждаете кого-то у вас инвентарь просто таким кучей говна заполняется там и куча одинаковых подвесок и брелков ненужная настройка обесценивает артефакты нахождение их атаки воров шайки воров бродят по сельской местности невидимы готовы напасть на героя то есть мы идем по дорожке они раз на нас напали можно интересную тоже отыгрывать игру почему нет ну действительно такое может случиться да атака дыханием для всех существ имба плюс 50 здоровья 50% здоровья вместо стрельбы неоправданно постройка грали во всех городах все города уже имеют отстроенный граль только если на карте нет сопряжений кстати ну не знаю если вам захочется так поиграть я думаю что вот эти все настройки они слишком слишком мощные то есть это прям сильный дисбаланс в игру вносит знамена пауководцев врат городов ну вот это вот можно поставить но и то как бы тоже особо значимости не имеет дальше последняя вкладка опции запрещенные артефакты и заклинания и опции запрета заклинаний заклинания мы как будто мы не хотим никакие запрещать а зачем это нужно запрещенные в локах артефакты здесь уже нужно посмотреть волшебная палочка мне вот не нравится волшебная палочка она что она делает каждый день случайным образом трансформирует артефакты убираем да не ставим соответственно золотая стрела тоже какую-то лютую имбу вносит в осаду смотрите это на экспертной баллистике башни стреляют по 5 раз по 5 раз стреляют там можно просто бесконечно что герои 3 дали автомат пулемет ну нет сила монстра это тоже артефакт творит заклинания молитвы на всех монстров одного типа сомнительно непонятно куча рандома куча рандома нам не нужно кольцо силы кольцо силы дается командиру так оно сильно бафает командира слишком сильно я бы сказал это какое-то кольцо из власти или на колец вот он делает все навыки продвинутыми то есть можно с этим кольцом убер солдата просто сделать артефакты командиров артефакты командиров а кстати подождите тут нужно ставить галочки кстати это же запрет запрет все правильно а вот артефакты командиров мы оставим они не такие уж имбовенькие они приятненькие там отбиваешь тоже за охрану улучшаешь там статы своего командира почему нет запрещенный вот вог артефакты дальше идем знамя пауководца пусть будет обычное знамя увеличивающие там какие-то немножко параметры можно раздать всем своим воинам багровый щит возмездия прикольный артефакт дающий нам вот дает всем существам в армии героя способность отвечать на атаки тех кому обычно отвечать нельзя то есть это вампирам там нагам это интересно такого раньше не было запрещать не будем сердце дракона призывает драконов на поле боя мне 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 не очень нравится ключ врат закрывает врата туда можно попасть только с помощью портала города и его нельзя будет атаковать этот город соответственно в течение пяти дней ну в теории звучит интересно но опять же мало применимо и в какой-то мере тоже имбалансно топтаться около города с этим когда перед тобой закрыли этим ключом врата ну такой себе и топор свирепости орда варваров это такая замена сборному артефакту исходы вместо бафов всяких накидываемых он прибавляет одну атаку то есть все существа будут атаковать на одну атаку больше те кто били два раза будут бить три раза по-моему звучит клево а из обычных артефактов мне кажется нужно запретить сферу запрещения как бы это не казалось ироничным сферу запрещения нужно запретить потому что она не дает пространства никакого отыгрыша то есть если ты маг да ты можешь там через специальный объект перекинуть себе статы в атаку защиту но это герой меча и магии все-таки они только меча что за дискриминация магов что за зачем ограничивать себя настолько в тактиках сражения в тактиках боя если ты там варвар да тебе это будет выгодно но какой в этом смысл если ты будешь так вот направо и налево всех просто нагибать больше в принципе на этом мы заканчиваем настройки в принципе настроены можно и поиграть теперь ставим случайную карту настраиваем там соглашение если нам надо да ставим всех в одну команду компуктеров себя ставим в отдельную тут дороги можно настроить это все с помощью hd мода можем вот все поставить сложность опять же невозможную я обычно ставлю себя всегда невозможную ну против компьютеров другую не имеет смысла зачем и поиграем наверное за крепость крепость классный город возьмем брона артефакт выберем на старт и погнали бонз резьє лок